На кортах спорткомплекса «Олимпийс» сошлись ведущие спортсмены из девяти государств. Бадминтон и турнир мировой серии «Гранд При Рашен Оупен» – первые соревнования в этом сезоне после Олимпийских игр. Турнир, конечно, сделал шаг вперед. Несмотря на то, что Олимпийский сезон закончился, мы видим, что спортсмены уже начали отбираться на Токио 2020. Это уже пошли первые Олимпийские очки следующего Олимпийского отборочного цикла. Для участников турнира важнее заработать рейтинговые очки, а уже потом призовой фонд, который составил 55 тысяч долларов. Все потому, что в Бадминтоне, если есть рейтинг, спортсмен участвует в международных соревнованиях, а если нет, его не допускают. Поэтому вся сборная России, начиная от основного состава и заканчивая молодежной сборной, сыграла на Приморском корте. Должен сказать, что российские спортсмены выступают очень хорошо. Единственное, что в одиночных разрядах мы видим смену поколений. Но что касается парных, то традиционно выступают известные спортсмены. Сразу в два финала пробились россияне Евгения Косецкая, а также Владимир Иванов, который представлял в том числе и Приморский край. Евгения стала дважды серебряным призером, уступив в одиночке и парном разряде. У меня болит просто нога, и я, видимо, играла не особо в свою полную силу, и я думала больше о боли, чем об игре. Ну, это неправильно, как бы. Нужно уметь абстрагироваться от этого, не получилось. Владимир Иванов сумел в смешанном парном разряде вместе с бронзовой призеркой Олимпиады в Лондоне Валерии Сорокиной дойти до финала. Но в решающем матче они уступили паре из Индии. В принципе, играли довольно-таки неплохо, но если учитывать, что в последнее время не было таких довольно-таки хороших тренировок, потому что был все-таки отпуск после Олимпийских игр, и этот турнир считается у нас стартным турниром в предсезоне, и мы, в принципе, были неплохо к нему готовы, и учитывая наше сейчас физическое состояние, в принципе, здесь так закономерен. Зато в парном мужском разряде Иванов и Сазонов добились максимального результата. Они обыграли своих соотечественников. В итоге медали между собой распределили бадминтонисты из России, Индии и Малайзии. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости спорта на Восьмом.